Герман Гетманов будущий молодой специалист. Получает экономическое образование и мечтает открыть свое дело. Студент переживает, что в нашей области не сможет найти достойную работу, поэтому дальше планирует покорять столицу. Экономика более такая обширная, то есть в дальнейшем можно много выбрать специальностей отдельных для получения регистратуры. По прогнозам специалистов, спустя чуть больше 10 лет исчезнут 67 привычных сейчас профессий. Зато появится 188 новых. Так, например, к 2030 году на смену экскурсоводам и туроператорам могут прийти режиссеры индивидуальных туров, а охранников заменить дистанционные координаторы безопасности. Специально для кадров будущего в России был разработан проект «Атлас новых профессий». Его руководитель Дмитрий Судаков тоже приехал на форум во Владимир, чтобы поделиться современными подходами к профориентации молодежи. Он уверен, универсального рецепта кем быть в настоящее время не существует. Так, востребованная профессия программист уже сейчас начинает расширяться. IT плюс стройка, IT плюс, не знаю, кулинария, да, везде вот как бы проникает IT. И в этом смысле, ну как бы, если ты просто программист, ну это как сказать, я умею, там, не знаю, набивать текст на компьютере. Чем более уникальным специалистом мы себя сможем выстроить, тем более, ну скажем так, востребованным, оплачиваемым специалистом мы будем в завтрашнем дне. Как получить профессиональное образование и найти хорошую работу по специальности, не покидая родной регион? Эти вопросы в течение двух дней будут обсуждать в рамках первого в области межрегионального кадрового форума. Называется он «Молодежь. Траектории профессионального будущего». Его инициатором стал региональный департамент по труду и занятости населения. В числе участников – школьники, студенты, крупные организации, компании-работодатели региона, а также специалисты в области образования, трудоустройства, представители профильных департаментов области. Кроме того, для обмена опытом на форум приехали представители Ивановской, Костромской, Рязанской, Ярославской областей и Татарстана. Один из главных секретов правильного выбора профессии для родителей – с раннего детства наблюдать за своим ребенком и не давить авторитетом. Как можно больше давать ребенку возможности увидеть разное. Увидеть доктора, поиграть в доктора. Увидеть повара, поиграть в повара. Игрушки, которые не просто, а игрушки развивающие. Игрушки, развивающие какие-то определенные навыки. И тогда действительно формируется какой-то интерес, и тогда становится видно. А взрослые мы все как раз в помощь. В помощь в детском возрасте, в помощь в подростковом возрасте, в помощь уже вот и в том возрасте, когда ребята становятся взрослыми и уже выбрали профессию. В Владимирской области нужны молодые специалисты, особенно в промышленности и сельском хозяйстве. Без опыта работы устроиться сложно. Чтобы выпускник не терялся и целенаправленно шел работать по той профессии, которую получил, в регионе налажена система стажировок и наставничества. Это когда в разных организациях и на предприятиях молодежь прикрепляют к опытным руководителям-помощникам. На сегодняшний момент заключено около 100 тройственных соглашений. Это ВЛГУ, Департамент по труду и занятости и предприятия. То есть студент, который обучается в учебном заведении, он проходит стажировку на предприятии. В том числе и мы, так сказать, вновь реанимируем позицию наставничества. Форум проходит на разных площадках города. Молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классах, тренингах и тестированиях, посвященных профессиональному развитию и трудоустройству. А еще узнать секреты успеха от начинающих специалистов.